В продолжении выпуска еще об одном событии для жителей Октябрьского района. Новый учебный год школьники поселка встретят с новым межшкольным стадионом. Появление таких объектов в крае очень популярная и позитивная тенденция. К новому учебному году такой стадион появится и в Кунгуре. Пока работы находятся в процессе строительства, наша съемочная группа оценила уже готовый стадион в соседнем районе. Проверку на качество здесь провели местные жители. Каков вердикт спортсменов? Об этом прямо сейчас. Строительство нового стадиона для учеников Октябрьской школы – давняя мечта. Старый был практически непригоден для проведения крупных спортивных соревнований. Просьбы спортсменов и любителей были услышаны. И в мае здесь началась активная работа по строительству нового места для уроков физкультуры. Первыми оценили готовый объект местные жители. Стадион очень приятный, в принципе. И ноги не устают, чтобы побегать. В принципе, приятно бегать, потому что именно такой стеллаж идет. Ногам очень приятно. Вид красивый, спокойный. То, что еще удобно, то, что возле дома, рядышком, там, бесснут, уже стадион. Испытать новое спортивное сооружение приехали и настоящие знатоки, действующие спортсмены. Среди них Иван Бекурин – футболист высшей лиги сильнейшего мини-футбольного клуба Санкт-Петербурга «Петербургаз». Была спартакиада в Уфе, а вот мой отец живет рядом, в Перми. То есть и доехал потом сюда погасить. Ну и сюда заехал по родственникам, а здесь такое вот. Ну, площадку хорошую сделали. Детишкам будет хорошо бегать. Больше бы таких. Воплотить мечту в реальность в Октябрьском удалось благодаря реализации инвестиционного проекта «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием», иначе говоря, межшкольный стадион. Благодаря этому здесь появилось футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная площадка, волейбольные и баскетбольные площадки с безопасной поверхностью и другие объекты для занятия спортом. Если вы посмотрите на стадион, вы поймете, что чувство гордости нас переполняет, потому что для поселка городского типа строительство такого стадиона, конечно же, это большое достижение. Им очень благодарны тем людям, которые нам помогли в этом. Общая стоимость работ составила около 15 миллионов рублей, среди них 75% средства краевого бюджета. Ход реализации проекта и готовность школы к новому учебному году проинспектировал лично временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Иногда кажется, что вся жизнь сосредоточена в крупных городах. Видно, что во многом все зависит от людей, кто на территории работает и как они к ней относятся, как они относятся к своей родине, к тому месту, где живут. Здесь задача краевой власти – помочь там, где район по каким-то причинам не может решить задачи, ну или где задачи немножко превосходят их собственные возможности. И применить на Коктябрьскому району такие решения есть. Только в этом году в Прикаме появится 10 таких межшкольных стадионов. Еще 5 – в будущем. А школьники поселка Октябрьский все площадки испытают в деле и проведут здесь первые соревнования между классами местной школы уже через 10 дней. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, Телекамп, Аня Кунгур.